Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Мы входим в третью седмицу Великого Поста, и сегодняшнее воскресенье именуется неделей о Григории Паломе. Мы вспоминаем этого удивительного святого, который смог сформулировать учение о Церкви, о нетварном свете. Когда речь заходит о возможности примирения между западным и восточным христианством, то часто кажется, что достаточно утрясти какую-то догматику, достаточно о словах договориться, но не так сформулировали, не так поняли, не так выразили. На этом столько копьев сломали и разошлись в разные стороны. Но в этой истории мы видим сущностное, глубинное противоречие, невозможность привести к общему знаменателю наш духовный опыт. Варлам Каламбрийский приехал на Афон для того, учить опыт молитвенного общения с Богом Афонитов. И когда он услышал, увидел опыт исихастов, то есть тех, кто в тишине сердца, вдали от мира, в отшельничестве, достигали высших духовных состояний созерцания, зрения божественных вещей, он это поднял на смех и начал пропагандировать, что Афониты в прелести. И таким образом в защиту восточного духовного опыта, того, о чём учит церковь, что Бог, Он может быть познаваем в своих энергиях, что мы с Богом можем жить в общении и не в сущностном, а именно благодаря энергии благодати. И что это достижимо? Достижимо, о божи не е! То есть то, что по замыслу Божьему является смыслом и целью жизни человека. И сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, сказал Господь на Троическом совете, и сотворил Бог человека по образу своему. Для того, чтобы человек вырос в подобии, уподобился Богу. И в этом смысл и цель жизни человека — уподобиться Богу, то есть приобрести божественные свойства, но в меру того, насколько человек облагодатствован, соединён, пропитан энергиями. Но в Орлаам, как это часто бывает, когда око кривое, он сосредоточился на внешнем, на технике, на методах. И поскольку его представления о духовной жизни были извращены, и в этом, собственно, принципиальное отличие, что наш духовный опыт восточных и западных христиан, он диаметрально противоположный. И догматику, ну разговор о законах, о правилах жизни, о понятиях, ну как-то можно привести к какому-то согласию. Но это не даст единства, потому что дух разный. Дух, который определяет жизнь церкви. Они живут другим духом. Именно потому, что, нарушив представление о Боге, о Святой Троице, о взаимодействии внутри лиц Святой Троицы, они, западные христиане, допустили то, что Господь в Евангелии называет «хулу на Святого Духа». По вероучению западных христиан, католиков, Святой Дух, он, ну как бы потерял свои ипоставственные свойства. Он же, его личностное свойство, что он исходит от Отца. Но искажение духовной жизни привело к неправильным ориентирам. И учение, что Святой Дух исходит и от Сына, умоляет Третью ипоставь Святой Троицы и возводит хулу на Святого Духа. А дальше, дальше уже все, вот это вот как с горы. И тот духовный молитвенный опыт, который почитается западными христианами, какой-то идеал, на который они равняются, с точки зрения восточных христиан, является жутчайшей прелестью, духовным повреждением, заблуждением, уход влезть в превосходной степени. И вот в этом фундаментальное отличие. И об этом был спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, в котором Варлаам, конечно, на голову был разбит, потому что словами, умом святителя Григория руководил Дух Святый. И его учение о том, что человек в жизни вот такой, как мы, из плоти и крови, он способен, имеет возможность настолько приблизиться к Богу, что может жить, проживая благодатное переживание нетварного света, то есть быть в созерцании Бога. Он сформулировал благодаря вот этим нападкам учения многолетние от начала существования Церкви, о том, как человек достигает высших, ну, насколько это возможно, степеней молитвы и духовной жизни. Ну, а мы с вами живем в удивительное время, когда в народе пробуждается жажда молитвы. В мирянах, даже вот не столько в монашествующих, которые, ну, как бы профессиональные делатели молитвы, а в обычных мирянах, доступны книги, доступны беседы, возникает запрос. Люди хотят учиться молиться. Они ищут молитвенников, ищут духовников, которые могут им подсказать, направить. И это жизненно важное для Церкви желание, жажда общения с Богом. Молитвами святителя Григория Паламы пусть Господь пробуждает жажду в православных христианах, пусть они ищущие находят духовников, которые их направят в этот путь, но и те труды, которые написаны, в частности, святителем Григорием Паламой, пусть будут им в помощь, ну, нам в помощь. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!